Здравствуйте! В эфире телекомпания Одинцова, программа специальной интервью. Меня зовут Евгения Августина. В 1960 году была создана Кубинская вечерняя музыкальная школа общего музыкального образования при местном гарнизонном доме офицеров. Через пять лет ее филиал открылся в Старом Городке, а в 1995 в Кубинке-8. С 2011 года учреждение культуры получило уже ставшее привычным название Новогородковская детская школа искусств Лира. Сегодня в нашей студии ее директор Татьяна Константиновна Громова. Здравствуйте, Татьяна Константиновна! Здравствуйте! Примите, пожалуйста, наше поздравление с юбилеем. Желаем вам дальнейшего процветания, ну и, наверное, вдохновения, как всем творческим людям, потому что без вдохновения мы творить не можем. Давайте немножечко перенесемся назад и вспомним историю создания. Вот сейчас мы голубым по Европам пробежались. Как создавалась школа искусств Лира? Это был далекий 1960 год. Сейчас думаешь, действительно, это был прошлый век. Но школа, истоки ее пошли с 1955 года. Еще раньше. Да. Тогда организованы были классы. Класс фортепиано и класс баяна-аккордеона. И вот за пять лет количество детей настолько выросло, что было принято решение МОСОБЛ-исполкома о том, что с 1 сентября 1960 года открывается уже школа. И на тот момент детей было 50 человек. Обучение проходило только в классе фортепиано и в классе баяна-аккордеона. И настолько это был успешный проект, говоря современным языком, что на сегодняшний день школа обучает более 180 детей. Образование получают и дети-музыканты, и дети-художники. И количество инструментов, на которых играют, существенно выросло. Это, безусловно, фортепиано – это король инструментов. Без него никуда. Народные инструменты. Класс баяна-аккордеона и класс домры. Естественно, развивается очень активно класс гитары. И вот три года назад стараниями молодого педагога, который появился у нас в школе, мы открыли класс ударных инструментов. И он тоже буквально с двух человек, которые пришли в первом году, сейчас он уже 12 человек. И мы очень рады успехам детей наших ударников. Они действительно украшение всех концертов, мероприятий, которые проходят в школе. Очень интересно и интенсивно развиваются. А вот из тех инструментов, которые назвали, самый популярный какой – фортепиано? Ну, безусловно. Безусловно, конечно, фортепиано. Хотя, вот говоря, обращаясь сейчас к родителям, один очень известный профессор сказал, на фортепиано легко играть, но очень трудно быть музыкантом. Поэтому, когда вы отдаёте ребёнка обучаться на фортепиано, будьте готовы, что задачи будут очень-очень сложными, и ребёнок должен будет с ними справляться, и справляться хорошо. И вы, наверное, тоже должны с ним справляться вместе. Безусловно. То есть родители тоже поступают в школу и тоже как бы проходят те же ступени роста, что и его ребёнок. Мы без вас, нам очень трудно. А что делать, если у родителей нет этого музыкального образования? Ну, вы знаете, в любом случае при контакте с преподавателем будут объяснены какие-то вещи профессиональные, на которые нужно будет обращать внимание, и обязательно в домашних занятиях помогать ребёнку и их контролировать. И тогда он будет успешнее, безусловно, успешнее справляться и быстрее и лучше готовиться к урокам. Поэтому нет, вы обязательно должны нам помочь. Мы на вас очень рассчитываем. Татьяна Константиновна, вы сами, наверное, можно сказать, открыли тему преподавателей. Ну, наверное, богатство любого учреждения культуры, учреждения образования – это педагоги. Расскажите, пожалуйста, кто работает в Школе искусств Лира? У нас замечательный коллектив. Я его очень люблю. Это 18 всего преподавателей, но поскольку школа у нас всё-таки сельская и не очень большая, но это люди-единомышленники. Это так важно в творческом коллективе, когда они понимают, что они делают единое дело. И, безусловно, в приоритете у нашего коллектива – это комфорт и успешность ребёнка. То есть ему должно быть хорошо в школе, хорошо на уроке. Он должен понимать, что он пришёл открывать мир искусства. И вот это ощущение, что он открывает какие-то таинственные, неизвестные страницы – вот это мы очень поддерживаем. И все преподаватели стараются вот этот интерес прежде всего развивать у ребёнка. Тогда он успешнее, безусловно. И наш творческий потенциал, он выражен в том, что у нас из 18 10 человек с высшей категории преподавателей. Это люди с высшим консерваторским образованием. И поэтому дети, поступая к ним в класс, они, безусловно, очень качественно обучаются. Гордость наша – это те преподаватели, которые были учениками нашей школы. Закончив её, закончив профессиональные учебные заведения, вернулись преподавать. Вот Галина Евгеньевна Зайцева, вот она у нас теоретика, она занимается с детьми с Альфеджио. Прекрасные пианисты – Светлана Ивановна Савельева, Ирина Ивановна Миленникова, Светлана Анатольевна Фёдорова. То есть, видите, сколько у нас тех, кто продолжает вот эти традиции, которые заложены ещё в прошлом веке, получается. И замечательный художник, которая тоже закончила нашу школу, Васильева Валерия Владимировна, вот она как раз и приложила руку к тому, что отдел из четырёх человек, которые были на отделе, когда я пришла вот к директорам, развивала так деятельность, что сейчас у нас более 70 детей художников, которые обучаются в этом направлении. И появились новые преподаватели, которые развивают детей так успешно, что они стали стипендиатами губернатора Московской области. Вот в этом году у нас две стипендии, и это очень большая наша гордость. Ну, и глава нашего округа тоже отмечает наших детей стипендиями, таких у нас пять человек, и музыканты, и художники. И мы надеемся, что и в дальнейшем они будут так же успешно и так же отмечены этими большими достижениями. Татьяна Константиновна, да, вы говорите, что в приоритете комфорт и интерес детей к учёбе. При этом у вас дружный творческий коллектив, что тоже, в общем, встречается нечасто. Вам, как к руководителю, как удаётся обеспечить комфорт и ученикам, и педагогам? Ну, вы знаете, я, может быть, открою такой небольшой секрет. Я не только менеджер в своей школе, но и преподаватель. И вот это сочетание двух видов деятельности… То есть вы понимаете специфику. Да, я понимаю. Я получаю такое огромное удовольствие от общения с детьми. Когда я вижу их глаза, когда они приходят ко мне в класс, я понимаю, ради чего. Все сложности, которые мы преодолеваем, новые помещения, которые ремонтируются, новые инструменты, которые… То есть это ради вот этих глаз, которые светятся и хотят постигать тайны искусства. Вот в этом мой секрет. И я надеюсь, что мы будем и дальше удачно сочетать два этого деятельности, чтобы не терять, чтобы держать руку на пульсе. На пульсе именно жизни школы внутренней. А художники с музыкантами дружно уживаются? Нет какой-то, может быть, конкуренции творческой? Нет. Вы знаете, наоборот, мы очень поддерживаем совместное сотворчество. И у нас такие были даже эксперименты, очень удачные. На отчетном концерте школы мы посадили детей за мольберты. И они должны были свои вот эти художественные впечатления от прозвучавшей музыки выразить в своих работах. Здорово. Причем у них было, собственно говоря, час, наверное, час десять. То есть это было очень мало времени. И потом они продемонстрировали, конечно, всей публике результат своего творчества. Наверняка каждый разный получил свой результат. Абсолютно. Причем оно и по гамме. У кого-то были желтые, у кого-то, наоборот, более холодные, сини-сини. Хотя одна и та же музыка. Да, хотя слушали они, в общем-то, весь концерт от начала до конца. И нам очень понравился этот эксперимент. И, конечно же, безусловно, все равно все концерты, которые мы проводим, они обязательно с выставкой работ. Потому что это действительно достижение наших детей. Как же мы не можем на это обратить внимание наших родителей, нашей публики. И новые проекты, особенно вот в год театра у нас был проект «Театр теней». Мы ставили «Спящую красавицу». Художники полностью рисовали все декорации, кукол. Они работали на такой импровизированной сцене. А наши дети, выучив фрагменты из этого балета Петра Ильича Чайковского, это все как бы озвучивали. И мы очень успешно, мы в общеобразовательные школы ходили с этим проектом. И нам тоже было очень интересно и здорово работать именно в таком тандеме, содружестве. Так что вот у нас такие примеры взаимодействия. На этот год что-то такое планируете? Или пока в нынешних условиях сложно? Вы знаете, да, вы очень точно подметили, когда мы в августе собрались на Петсовет. И вот эти вот желания, этот концерт, этот концерт. Соскучились ты, конечно. Да, все хотят новые идеи, новые проекты. Что мы будем на отчетном концерте показывать? Я говорю, вот прекрасное настроение. Давайте все это оставим. И обязательно в любом формате мы все равно реализуем все свои планы. И на отчетный концерт у нас же не получилось к юбилею провести очный концерт. Поэтому мы в любом случае все равно у нас этот год учебный будет все равно еще под знаком нашего юбилея, под знаком шестилетия. И мы, конечно, юбилейные выставки. Будет онлайн, значит будет онлайн. Будет точно, значит будет точно. Но мы вот полны идей, что мы все равно должны работать и дети должны учиться. Дети должны постигать искусство. Дети должны развиваться. У школы искусств ЛИР мы уже поняли масштабная деятельность, которая не ограничивается только обучением. Территориально хватает всем места. Я так понимаю, три помещения у вас. Да, да. Вот вы уже правильно сказали, что мы работаем в разных поселениях. И на старом городке, и в городе Кубинка. И сейчас возвращаемся в поселок Новый городок. Прекрасную школу отремонтировали, общеобразовательную. И мы хотим как бы тоже возобновить там свою деятельность. Но нам сделали наш округ, администрация округа сделала очень большой подарок. В этом году отремонтировали новое помещение, небольшое. Там всего 100 квадратных метров, но оно наше. То есть оно у нас в оперативном управлении. Там прекрасный ремонт. Мы уже его оборудовали и мебелью, и музыкальными инструментами. И вот 1 сентября как раз мы торжественно открыли это помещение. И знаете, как у каждой девочки хочется быть невестой в белом платье. Вот нам так хотелось разрезать ленточку, чтобы у нас было вот это открытие нового помещения. Это огромное счастье. Спасибо всем, кто к этому приложил руку. И комитет наш по культуре Ирина Евгеньевна Ватрунина. И администрация Одинцовского городского округа. Но мы бы хотели, конечно, мечты, мечты, но если правильно мечтать, они обязательно сбудутся. Мечты становятся доцелями и далее. Да. Мы хотим, чтобы у нас было свое здание, где вот действительно вот этот коллектив просто креативнейший мог бы так учить детей, что они становились бы гордостью не только нашего округа, но и Московской области. Но у нас и есть такие дети, и выпускники прекрасные, которые учатся в музыкальном училище Примосковской консерватории, в губерненском колледже искусств, возвращаются тоже к нам работать. Вот нам бы все-таки по масштабу наших дерзаний, нам бы еще и здание соответствующее. Потому что там могли бы еще больше. Ну, будем надеяться, что обязательно мечта станет целью и цель будет достигнута. А вот что нужно сделать, чтобы стать вот этой, скажем так, частью семьи Школы искусств Лиры? Как стать учеником? Ой, ну это совершенно... У нас до сих пор еще идет дополнительный набор на все инструменты, которые мы обучаем. Это через портал Госуслуг подается электронное заявление. В перечне программ, которые вы увидите на этом сайте, вы можете выбрать то, что вам интересно. Подается электронное заявление, мы его сразу видим и приглашаем людей для очной подачи документов. Ну, скажем так, ребенок должен быть уже изначально, ну, одаренный в какой-то степени. Или можно поработать, в общем-то, с любым ребенком. Вы знаете, да, я абсолютно убеждена в том, что все дети талантливы. И мастерство педагога в том, чтобы открыть, помочь, поверить в себя. Это очень важно. И в принципе, я думаю, что каждый ребенок должен, должен эстетически развиваться. Но в нашем случае, если что-то у тебя, может быть, в музыкальном направлении не получается, у тебя есть вариант художественного развития. Но нужно обязательно учить детей искусству. Это совершенно другой уровень мироощущения, мышления, успешности собственной в дальнейшем. Поэтому, родители, приходите к нам, мы очень рады всем. Мы вложим душу в каждого ребенка. И обязательно будет результат, как в этом году у нас выпускники же выпускались неочно. Но, тем не менее, из 17 выпускников у нас 7 красных свидетельств с отличием. Хотя было очень сложно, потому что дети сдавали экзамены в записи. Вот, так что мы научим. Ну, еще, наверное, одно доказательство – это педагоги, которые сами были учениками. Это же насколько их надо было заинтересовать музыкой, чтобы они ушли, отучились и вернулись снова в родное учреждение. И продолжали традиции, да, прекрасные, которые еще, потому что у истоков школы стояли выпускники Московской консерватории. И именно вот эта русская классическая школа фортепианная, она до сих пор – это главная опора на фортепианном отделении, например, у нас в школе. Спасибо большое, Татьяна Константиновна, что пришли к нам сегодня в студию. Все-таки день рождения – это повод загадывать желания. Мы сегодня, в общем-то, с вами желание загадали. Да, загадали. И будем ждать, что она обязательно исполнится. Спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. До новых встреч на ОТВ. До свидания.